Единственной любовью в жизни Илья Резник называет супругу Ирину. Пара счастлива вместе уже 20 лет, а в минувшем году даже обвенчалась. Поэт стремится обеспечить возлюбленной все условия для комфортного существования, но признает, что это не всегда удается в силу финансовых трудностей. В эфире программы однажды поэт песенник показал дом. Хотя семья живет на Рублевке, особняк супругов считается скромным по сравнению с коттеджами олигархов по соседству. Потрескавшиеся стены требуют обновления, мебель из 90-х давно вышла из моды, а фасады старой кухни регулярно слетают с Петей. Хотя в массовом сознании Резник ассоциируется с богатством и роскошью. Гаишник как-то остановил Ирину и сказал, знаю вашего мужа, он в белом костюме за рулем обычно. А я никогда не ездил, но у народа впечатление, что я должен в белом ходить, поделился поэт. Стихи Резника сделали знаменитыми десятки артистов СССР, но сейчас все изменилось. Расценки авторам остались с Советского Союза, семь копеек за одно звучание, за эфир. Из этих денег у Ильи складывалось 30 тысяч рублей, рассказала супруга Ильи Резника. Я не умею биться за деньги. Когда говорю исполнителям, чтоб они хотя бы заплатили за работу, они возмущаются, что Резник жадный. Но строят коттеджи за 10 миллионов, а я снимаю жилье. Попросил вот у сына денег займы в оплату за январь, пожаловался поэт. Начинающие артисты мечтали о сотрудничестве с Резником. Он писал для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуля. Тогда Илья Рахмелевич мог позволить себе устроить завтрак на 100 человек. Это было 6-7 тысяч долларов. Авторские права тогда уважали. У нас высчитывали 70%, но оставалось на безбедную жизнь. В месяц можно было квартиру купить, поведал артист. Сейчас Резник продолжает заниматься творчеством, но особенно гордится созданным молитвословом. Вдохновение на такой род литературы пришло к нему после серьезных проблем со здоровьем. Супруга Ирина рассказала, как однажды поэту стало плохо в поезде и из-за осложнения заболевания желудка Илья Рахмелевич потерял 2,5 литра крови. Оказавшись при смерти, он многое переосмыслил. Теперь поэт ведет здоровый образ жизни, плавает в бассейне. Но больше всего Резник любит проводить время за приготовлением различных блюд. Несмотря на мнение автора песен о необходимости ремонта, Илья Рахмелевич считает кухню самым уютным местом в доме.